Доброе утро. По традиции начинаем с графика министра иностранных дел Российской Федерации. 30-31 августа в Москве с рабочим визитом будет находиться заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики, он одновременно является представителем сирийской части российско-сирийской межпромет offered комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В программе визита переговора Муалема и сопровождающего высокопоставленной правительственной делегацией Сирии с председателем российско-сирийской части, российско-сирийской МПК, заместителем председателя правительства России, господин Борисов, с целью обсуждения путей дальнейшего поступательного развития взаимовыгодного партнерства по всему комплексу двусторонних торгово-экономических связей. Конечно, среди приоритетных вопросов в поиске дня тематика наращивания российского содействия, налаживания экономической активности в районах Сирии, которые недавно были освобождены от террористов, скорейшему восстановлению разрушенной социально-экономической инфраструктуры, формирование условий для возвращения на эти территории внутренне перемещенных лиц и придания массового характера репатриации сирийских беженцев из рубежа. Сегодня состоятся также переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его сирийским коллегой, в ходе которых будут подробно обсуждены политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее, определены конкретные скоординированные шаги на соответствующих направлениях политико-дипломатической работы. При этом среди важнейших и наиболее актуальных задач, эффективную помощь в решении которых правительству Сирии оказывает Россия, находится завершение ликвидации террористических группировок ИГИЛ и Джабхат Ан-Нусры, продвижение процесса политического регулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также реконструкция страны и обеспечение безопасного и достойного возвращения к родным очагам беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также полное восстановление единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии. Ожидается, что Сергей Лавров и его сирийский коллега предметно рассмотрят перспективные планы содействия урегулированию в Сирии в рамках астанинского процесса. При этом в фокусе внимания будет находиться ход выполнения решений Конгресса сирийского национального диалога, прежде всего относящихся к формированию и началу работы в Женеве при содействии спецпосланника агент-секретаря ООН по Сирии господина Демистуры межсирийского конституционного комитета, для включения в состав которого правительство Сирии и оппозиция представили свои списки кандидатов. 30 августа 1 сентября Российскую Федерацию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел государства Эритрея. 31 августа в Сочи министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним углубленные переговоры по всему спектру двусторонних отношений, а также по актуальной международной и африканской проблематике. Планируется обсудить перспективы дальнейшего наращивания торгово-экономического и инвестиционного партнерства, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики, освоение в Эритреи месторождений минерального сырья, строительства в этой стране и объектов инфраструктуры. Предполагается также уделить большое внимание подготовке эритрейских профессиональных кадров в высших учебных заведениях нашей страны и укреплению договорно-правовой базы многопланового сотрудничества. Отмечаем, что в силу близости и совпадения позиций по основным международным и африканским темам между нашими столицами активно развивается политический диалог, тесная координация в рамках организации объединенных наций и на других многосторонних площадках. В этом контексте в ходе переговоров в Сочи акцент будет сделан на урегулировании кризисных ситуаций в Африке, и в первую очередь силами самих стран континента. Особое внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Эритреи, господин Салех, уделят положению дел на африканском роге, где в последний период наметились существенные позитивные подвижки в решении застарелых конфликтов. Ожидаем, что предстоящий визит в Россию министр иностранных дел Эритреи придаст необходимый импульс в совместной работе по дальнейшему раскрытию потенциала традиционно-дружественных связей между нашими странами. 3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со студентами и профессорско-преподавательским составом ГИМО. Это уже добрая традиция, она приурочена к Дню Знаний, к началу нового учебного года. Хотела бы напомнить, что такого рода встречи уже давно стали хорошей практикой и очень полезной практикой. Как и предыдущие посещения МГИМО в начале учебного года. И в этот раз министр обратится с приветственным словом, а затем пообщается со студентами, аспирантами и преподавателями университета. Это будет интерактивная беседа, которая будет транслироваться в том числе по центральным каналам и в социальных сетях. Можно будет посмотреть прямую трансляцию на аккаунтах Министерства иностранных дел России на различных площадках соцсетей. И, конечно, по традиции во встрече примут участие руководящие сотрудники Министерства и ветераны российской внешнеполитической службы. 3-4 сентября в Московском центре международной торговли Министерства иностранных дел России совместно с компетентными российскими министерствами и ведомствами проводят конференцию противодействия незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом. Форум откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ожидается участие руководства ФСБ, СВ России, Росфинмониторинга, а также представителей Государственной Думы, Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Планируется, что на мероприятии выступит заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности, господин Федотов. Участие подтвердили представители 21 государства и руководители контртеррористических подразделений 11 международных организаций. В рамках трех тематических сессий конференции будут заслужены авторитетные мнения профильных экспертов, политологов, ученых и общественных деятелей. Тоже приглашаем вас к участию, к освещению этого мероприятия. Теперь переходим к актуальной международной проблематике. Начну по традиции с развития ситуации в Сирии. По российским оценкам, развитие ситуации в этом государстве создались предпосылки для качественной перемены к лучшему, окончательной ликвидации террористов на территории страны, начало реального политического процесса, оживление экономической активности и возвращение на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц. На таких переломных этапах нетрудно отличить тех, кто действительно на деле стремится содействовать регулированию и стабилизации, от тех, кто препятствует этому, руководствует не интересами сирийского народа, а собственными геополитическими установками. Собственно, я думаю, что понятно, о чем идет речь. Над Сирией, к сожалению, опять сгущаются тучи. Соединенные Штаты Америки, сохраняющие незаконное присутствие нескольких тысяч своих военных на сирийской земле, их ближайшие западные союзники вновь угрожают Сирии вооруженной агрессии. Все это делается без тени какого-то смущения, даже без какого-то нивелирования за счет использования информационных ресурсов и придания этому какого-то цивилизованного характера. Используется старая лекала, используется уже задействованная ранее модель. Сегодня я скажу об этом подробнее. Так вот, вход идет задействованная в марте-апреле текущего года схема. Она сейчас разыгрывается следующим способом. Собственно говоря, также это было буквально несколько месяцев назад. Сначала превентивные заявления официальных лиц о том, что якобы режим Асада может применить химическое оружие, и это срочно нужно предотвратить. Затем следует, как мы уже знаем, ожидать провокации, так называемой химической провокации, либо с реальным использованием отравляющих веществ, либо инсценировки химической атаки. И, наконец, завершающая стадия – ракетно-бомбовые удары по позициям сирийских военных и другим объектам. Все это будет и уже, так сказать, этот процесс запущен, все это будет и планируется к тому, что все это будет смачно срежиссировано еще в средствах массовой информации. Об этом я скажу чуть позже, грубо. Мы испытываем самые... серьезные опасения и делимся ими с общественностью, с мировой общественностью, со средствами массовой информации в связи с перспективой реализации вышеописанного сценария. Это был бы тяжелейший удар не только по урегулированию в Сирии, но и по глобальной безопасности. Последствия игр с огнем непредсказуемые. Не каждый раз и не всякий раз такое может сойти с рук. 28 августа по инициативе России данный вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности ООН. Мнения участников дискуссии, к сожалению, были противоположны. К сожалению, все остались на своих позициях, хотя по таким вопросам и в такие судьбоносные моменты, конечно, необходим, если не консенсус, но, по крайней мере, попытка услышать друг друга. Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, для России абсолютно неприемлемо боевое применение отравляющих веществ, равно как и химические инсценировки в интересах последующего выдвижения заведомо ложных обвинений в адрес сирийского правительства и военных в якобы совершенных химических атаках. У Дамаска уже даже физически нет возможностей для этого. Химические арсеналы Сирии были полностью уничтожены под международным контролем в 2014-2015 годах в ходе уникальной операции с участием в том числе и США, не говоря уже о том, что подобный шаг явил бы собой вопиющий пример просто самоубийственного безумия, в котором вряд ли кто-нибудь может заподозрить сирийское руководство. Из создавшейся ситуации следует только один вывод. Запад не устраивает заданной резолюцией 2254ОН курс на урегулирование в Сирии, и он пытается изменить вектор событий в направлении, которое в большей степени отвечало бы собственным планам Вашингтона и его союзникам. Это полностью объясняет и реакцию в западных столицах на российскую инициативу по содействию возвращению на родину сирийских беженцев. Казалось бы, этот чисто гуманитарный проект мог бы стать по-настоящему объединяющим для всего международного сообщества. Осуществляться при активной роли Организации объединенных наций, ее специализированных агентств, прежде всего ОВКБ. Но, как говорится, не тут-то было. Инициатива, которая призвана помочь миллионам людей безопасно и достойно вернуться к своим родным очагам, а не прозябать в странах на положении полулюдей, просто влача зачастую жалкое существование без нормального жилья и работы. Так вот, эта инициатива объявлена преждевременной. Ценности гуманизма, к сожалению, у некоторых наших партнеров просто ушли на задний план перед стремлением добиться во что бы то ни стало смены неугодного правительства в Дамаске. Конечно, неловко об этом говорить, но я имею в виду, неловко все это цитировать и выносить действительно в публичную плоскость, но мне придется это сделать, потому что действительно момент критический. Так вот, в наши руки попал опросник, такой опросный лист, на основе которого чиновники профильного специализированного агентства Организации объединенных наций работают в одной из ближневосточных стран с сирийскими беженцами. Речь идет о том, что они работают с теми самыми сирийскими беженцами, которые изъявили желание вернуться на родину. То есть это не те люди, которых приходится уговаривать. Нет, это те самые люди, которые сами хотят вернуться в Сирию. Так вот, вместо того, чтобы непосредственно приступить к практической прикладной работе по их возвращению, этим людям, которые хотят вернуться на родину, предлагается ответить на целый ряд вопросов. Приведу эти вопросы. Каковы ваши чувства в связи с возвращением в Сирию? Испытываете ли вы чувство беспокойства? Представляете, это же какой-то просто верх цинизма. Люди, которые были вынуждены покинуть свою родину, которые бежали от того, что устроили на их земле террористы и боевики, эти люди выживали, а теперь им говорят о том, что перед возвращением на родину вы испытываете беспокойство? Вот когда была арабская весна, а такие вопросники раздавали. Следующий вопрос. Вы понимаете, что ситуация в сфере безопасности там остается нестабильной? Это же вообще за грани уже. Следующий вопрос. Вы отдаете себе отчет в том, что вас призовут на военную службу? Немаловажно, что по свидетельству очевидцев, супруги, обратите на это внимание, опрашиваются отдельно друг от друга, что увеличивает эффект психологического давления на опрашиваемых. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не допросы боевиков, и это не вообще, и в принципе не допросы. Это анкетирование, которое проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. Россия последовательно действует в интересах мира в Сирии. У нас нет никакой скрытой повестки в этой стране. Мы продолжим четко следовать этим курсам во благо сирийского народа и сохранения Сирии как суверенного единого государства, вне зависимости от того, много или мало единомышленников мы встретим на этом пути. Хотелось бы, однако, чтобы их было больше. Хотелось бы, однако, чтобы их было больше не потому, что это соответствует интересам России или Сирии, и даже не потому, что это соответствует интересам сирийского народа и в принципе интересам мира и стабильности не только в регионе, но и во всем мире. Это нужно для того, чтобы через пару лет не было мучительно больно слышать эти очередные признания в собственной слепоте и близорукости от тех, кто сегодня проводит вот такую разрушительную повестку. Хотелось бы, чтобы наши партнеры действовали решительнее, в том числе вопросы, которые могут затрагивать их напрямую, а именно международная и региональная безопасность, терроризм и беженцы. Я не могу не отреагировать на то, что во вторник, собственно говоря, 28 августа в США, в частности Пентагон и другие представители, попытались опровергнуть сообщение Министерства обороны России об увеличении группировки носителей крылатых ракет вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Рассказываю. Действительно, вооруженный 28 томогавками эсминец ВМС США РОС и ранее неоднократно входил в зону эффективного применения ракет по сирийской территории из акватории Средиземного моря. Что касается другого американского корабля, этого же класса, Салливанса, то на фоне сообщений СМИ о наращивании Соединенными Штатами возможностей для нанесения удара по Сирии, поспешил покинуть ту часть Персидского залива, из которой он мог бы гарантированно поразить цели в Сирийской Арабской Республике. Однако американские военные, когда опровергали информацию, забыли упомянуть о том, что они могут осуществить наращивание ракетных мощностей для нанесения ударов по Сирии всего за сутки. В настоящее время ударная группировка Соединенных Штатов Франции и Великобритании состоит из самолетов стратегической и тактической авиации на базах в Иордании, Кувейте и на Крите. Она насчитывает порядка 70 носителей, около 380 крылатых ракет воздушного базирования, а также два американских эсминца «Карни» и «Рос», каждый имеет по 28 томогавков на борту. При этом в Средиземном море за один суточный переход группировка ракетоносцев может быть усилена еще двумя эсминцами ВМС США, а именно Дональд Кук и Портер. Сейчас они находятся на базе в испанском городе Рота, а также подводными лодками. В Красное море за тот же срок может зайти для нанесения удара по Сирии эсминец управляемого ракетного оружия Джейсон Денхам, а Салливанс в Персидском заливе вернуться на рубеж атаки. То есть, если говорить уже не специализированным, а простым языком, в кратчайшее время к агрессии против суверенного сирийского государства могут присоединиться еще не менее четырех носителей ракет морского базирования с ударной мощью более 112 томогавков. В подтверждение этого в ходе разговора начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерала армии Герасимова с представителем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом, его американский коллега заявил, что военным ведомством США разрабатываются варианты нанесения ударов по объектам в Сирии. К ним готовы присоединиться и другие страны-участницы коалиции. Удары по Сирии, как вы знаете, связываются с возможным так называемым применением химического оружия правительственными войсками в Идлибе. Генералу Данфорду, начальникам российского генштаба, было сообщено, что речи о применении сирийской армии химического оружия идти не может. Таких планов у сирийского руководства нет. Вокруг Идлиба сосредоточены значительные силы правительственных войск, которые, имея хороший боевой опыт, в случае необходимости, могут справиться с группировкой террористов, которые находятся в этом районе. Также необходимо отметить, что по имеющимся данным 23 и 24 августа в районе Идлибской зоны деэскалации, а именно в населенном пункте Джис-Эс-Шугур, доставлены 8 бочек с хлором и боеприпасы к реактивной системе залпового огня, которые будут снаряжаться этим хлором, туда же прибыли, угадайте кто, правильно, так называемые белые каски. Прибыли они туда не налегке, а с аппаратурой для видеофиксации инсценировок применения химического оружия. То есть очередная провокация готовится просто на полном ходу. Кроме того, по информации Российского центра по примирению враждующих сторон, в город Сараки, провинции Идлиб, на склад вооружения и горюче-смазочных материалов группировки Ахрар Ашшам, представители белых касок, доставили большой груз отравляющих веществ. Их транспортировка осуществлена из населенного пункта Аф с двумя крупно-тоннажными грузовиками. С целью расширения масштаба постановочных акций для обвинения правительства Асада в применении отравляющих веществ против мирного населения, именно так все это упаковывается, часть груза в пластиковых бочках без маркировки перевезена и в другие пункты базирования боевиков южной части провинции Идлиб. Я хотела бы обратить внимание, что это все фактура, это все фактологический материал. Его можно проверить, и у западных стран есть все возможности для этого. То есть, таким образом идет активная подготовка к инсценировке применения правительственными войсками химического оружия в Идлибской зоне в расчете на то, чтобы в дальнейшем Соединенные Штаты Америки нанесли ракетные удары по правительственным войскам. Таким образом, судя по приготовлению американских вооруженных сил в Ближневосточном регионе, не исключена вероятность новых ракетных ударов по объектам в Сирии, собственно говоря, о чем мы все это время говорим. Также вновь хотела бы подчеркнуть, что этим Соединенные Штаты Америки отбросят назад все проведенные меры по сирийскому мирному урегулированию. И в этом нужно отдавать отчет. Кроме того, остается неразрешенная ситуация вокруг лагеря беженцев Рукбан, который находится в зоне Эттанф, напомню, зона подконтрольная Соединенным Штатам Америки. Этот вопрос также был обсужден в ходе переговоров начальника российского генерального штаба и председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США. Генерал Данфорд предложил полное перемещение лагеря беженцев Рукбан под эгидой ООН и обратился к генералу армии Герасимову с предложением о координации данного вопроса с сирийским правительством. По мнению американского генерала, целесообразно в дальнейшем совместно представить данную идею в ООН. Он также высказал просьбу по работе руководства российских вооруженных сил с правительством Сирии по вопросу скорейшей доставки гуманитарных грузов в лагерь Рукбан. Со своей стороны Министерство обороны России поддержало данное предложение. В настоящее время осуществляется их практическая реализация. Я хотела бы вернуться к тому, о чем говорила вначале, относительно некоторых аспектов информационно-пропагандистского оснащения предполагаемой операции, провокации и последующей операции, о которых только что упомянула. Просто один пример циничного, расчетливого, но не новаторского подхода наших западных коллег к пропаганде на сирийском направлении. Около месяца назад в социальной сети Twitter появился очередной пропагандистский проект с использованием образа ребенка. Казалось бы, таких проектов немало. Почему именно этот представляет особый интерес, вы сейчас поймете. Речь идет об аккаунте так называемой сирийской девочке Халы. В описании указывается, что Хале 6 лет, и она проживает где? Где сейчас должен проживать тот самый ребенок, 6-летний, которому нужно приковать внимание международного сообщества? В Идлибе, правильно? В своем профиле сирийская девочка Хала публикует видео со встреч с друзьями. Но обычно 6-летние дети всегда так делают, они всегда так поступают, когда находятся в зонах подконтрольных боевикам, где еще продолжаются, например, вооруженные действия. Они всегда встречаются с друзьями, публикуют видео и размещают в Twitter. В Твиттере 6-летний ребенок, у кого есть дети, знают, что они играют не в мячи, они не учатся, не читают, они даже не делают фотографии, они все это выкладывают в Twitter. 6 лет. Так вот, она также рассказывает, как старательно изучает английский язык. Ну а как же без изучения английского языка? Что можно делать в Твиттере? И как можно выходить из провинции Идлиб на связь со всем миром? Есть сообщения и на бытовые темы. Но самое главное, девочка Хала призывает мир, цитирую, «обратить внимание на Идлиб, прекратить убивать детей и наносить авиаудары». У аккаунта пока около 350 подписчиков. Но что интересно, девочка Хала, 6 лет, Идлиб, ребенок, бытовые зарисовки, призывы к миру, 350 подписчиков. Кого же мы находим среди подписчиков девочки Халы? Вы удивитесь, но среди них BBC, Хаффинтон-Пост, Басфит и Радио Свобода. Какое внимание к ребенку? Это же единственный ребенок в Идлибе, которому нужно приковать внимание всего международного сообщества. А? И еще нас учат и рассказывают о том, что мы пропаганда. Вон оно, как нужно работу строить. Вот что такое настоящая пропаганда. 350 подписчиков у ребенка, среди которых 5 ведущих мировых СМИ. Не каждый аккаунт российского посольства за рубежом имеет среди своих подписчиков столь солидную аудиторию. Я думаю, очевидно, почему этот аккаунт появился именно сейчас, именно сегодня. Мы все хорошо помним многие такие истории, которые придумывались и реализовывались нашими западными коллегами со всей мощью информационно-пропагандистского инструментария. Мы все хорошо помним аккаунт другой сирийской девочки Баны Аль-Абет, который обратил на себя внимание в самый разгар операции по освобождению Алеппо. Все сообщения в нем тоже публиковались на английском языке, при этом в отдельные дни появлялось до 120 твитов из районов, в которых не было ни интернета, ни электричества. Как такое возможно? Не в том смысле, что как это возможно публиковать из зон, где нет интернета, электричества и так далее, ребенку твиты. Это мы прекрасно понимаем. Но как возможно из месяца в месяц, из года в год идти на поводу у этой страшнейшей пропагандистской истории? Теперь дело Баны продолжает Хала. Запись у нее не так много, я думаю, будет больше. Но они почему-то как под копирку напоминают то, что писала Бана. Мало того, в некоторых твитах используются просто практически идентичные выражения и очень схожие темы. Не удивимся, если этот аккаунт будет одним из центральных случаев, если все-таки сценарий с провокацией, инсценировкой и дальнейшими ударами будет реализован. Видимо, для этого все это и нужно. Все для этого и готовится. Нельзя исключать, что именно аккаунт Халы поделится с миром кадрами, подтверждающими якобы имевшее место применение химического оружия сирийскими правительственными войсками против мирного населения. Но все это уже проходили. Помните, еще был 15-летний мальчик Мухаммед Наджим, который рассказывал о тяготах своей жизни в Восточной Гути. Он обвинял президента Сирии Асада в том, что тот лишил его детства. Сколько детей использовались белыми касками в своих постановках. Так вот, страшнее всего, что не то, что это происходит. Страшнее всего, что это происходит систематически. И что никто из мировых, западных средств массовой информации, наконец, не провел расследование и не вывел все это на чистую воду. Конечно, страдания детей неприемлемы. Я думаю, что эту истину не надо повторять. Это самое страшное, что может случиться. Но еще более страшным и неприемлемым является эксплуатирование детей, эксплуатация детей для достижения корыстных политических целей. Вовлечение их в грязные игры. В результате войны в Сирии пострадали миллионы детей. И об этом нужно говорить, с этим нужно бороться. Нужно помогать детям забыть о пережитом. Но не втягивать их все новое в новые грязные провокации. А именно этой целью задаются те, кто создает вот такие вот аккаунты. Использует детские образы. Что там говорить? Просто использует детей. Неужели вам не интересно, кто действительно ведет эти аккаунты? Неужели вам не интересно, неужели вам не важно, что цитируя эти аккаунты, вас просто используют? Мне бы очень хотелось, чтобы страдания народа Сирии, сирийских детей прекратились. Для этого Россия, я испытываю чувство гордости, когда об этом говорю, последовательно борется с туристическими организациями на территории страны, активно занимается достижением мирного урегулирования, восстановлением этого государства. Мы не создаем фейковые аккаунты, прикрываясь детскими образами. Мы проводим реальную работу. Вот вчера в Санкт-Петербург бортом Министерства обороны России был доставлен тяжело больной 7-летний сирийский мальчик Юсеф. Он страдает от тяжелой формы лейкоза. Его ждет серьезное лечение, пересадка костного мозга, долгий период реабилитации, физической, конечно, психологической. На рисунках мальчика военные действия в глазах постоянная грусть. Он не ведет никаких аккаунтов, ему просто не до этого. Он не пытается отправить никакие глубокомысленные посылы международному сообществу. Просто хочет жить. И наша страна, наши специалисты делают все возможное, чтобы у него появилась такая возможность. Только один пример. Таких примеров не десятки и не сотни. Эти дети приезжают, эти дети, сирийские дети, лечатся в России, отдыхают, проходят курс реабилитации. Эти дети получают глоток детства. Того самого детства, которого его лишили западные дяди и тети. Они приезжают в Артек, они приезжают в другие наши детские лагеря, реабилитационные центры. Их принимают наши врачи. Наши врачи приезжают на место, ведут прием. Да, нету твиттер-аккаунтов этих детей. Но у них есть надежда и вера в то, что когда-нибудь они смогут жить настоящей, нормальной, полноценной жизнью. Еще одна тема в контексте сирийского урегулирования. Мы обратили внимание на очередной ежемесячный доклад техсекретариата Организации по запрещению химического оружия о прогрессе в ликвидации сирийской программы химического оружия. В этом фактологическом документе вновь подтверждается полное физическое уничтожение всех 27 бывших сирийских объектов по производству химического оружия, а также всех объявленных и вывезенных в 2014 году с территории Сирии химикатов. Кроме того, технический секретариат УЗХО счел своим долгом в очередной раз информировать о планах провести инспекции на объектах сирийского научно-исследовательского центра в Борзе и Джамрае. О том, что научно-исследовательский центр был полностью уничтожен 14 апреля в результате совместного ракетного удара США, Великобритании и Франции, в докладе технического секретариата УЗХО опять ни слова. Вы простите за эту смешку невольно. У меня только один вопрос. А что же там собираются инспектировать эксперты УЗХО в этом случае? Предлагаем техническому секретариату воспользоваться неоднократными приглашениями правительства Сирии посетить эти бывшие гражданские объекты, чтобы на месте удостовериться в разрушениях, которые стали следствием ракетной атаки, и, наконец, принять формальное решение о прекращении инспекции. Все-таки нужно возвращаться в какой-то мир реальности. К другим темам о ситуации вокруг арестованной в США Марии Бутиной мы продолжаем следить за судьбой, содержащейся в американской тюрьме гражданки России. Напомню, она была задержана спецслужбами США по надуманным обвинениям. Российские дипломаты в Вашингтоне находятся в постоянном контакте с россиянкой, в фокусе особого внимания обеспечения в полном объеме ее прав, включая медицинскую помощь. Американские власти, игнорируя обращения Министерства и нашего посольства, до сих пор не предоставили каких-либо внятных объяснений относительно причин перевода на прошлой неделе Марии Бутиной в новое место заключения. Это, напомню, было сделано без предупреждения. Также обратили внимание на предпринимаемой американской прокуратурой попытки через суд добиться рассмотрения дела в отношении нашей гражданки в закрытом режиме. По всей видимости, в Вашингтоне таким образом стараются скрыть факты, которые бы наглядно продемонстрировали сфабрикованный характер уголовного дела против Марии Бутиной. Пока Министерство юстиции США не представило ни одного даже косвенного доказательства вины россиянки за исключением бессвязных сообщений в социальных сетях. Но требуем от американских властей незамедлительно прекратить оказывать на Марию Бутину психологическое давление и освободить ее. Другая тема. На афганно-таджикской границе произошло обострение ситуации. По информации Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, 26 августа в 15.00 по местному времени на территории Фархорского района страны произошло нападение группы афганских боевиков в составе 10-12 человек на автомашину Нива с тремя местными работниками лесного хозяйства. В результате двое таджикских граждан погибло, еще один ранен. Военнослужащие погранотряда Таджикистана были поняты по тревоге для проведения оперативных мероприятий по нейтрализации бандитов. Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана подчеркивает, что боевых задач в северо-восточном Афганистане таджикским военно-воздушным силам не ставилось. У ДШНБ нет права наносить авиадары под территорию другой страны без предварительных консультаций со штабом ОДКБ. Внимательно следим за развитием ситуации на афганно-таджикской границе. Безопасность и стабильность которой помогают обеспечить военнослужащие, дислоцированные в Таджикистане 201-й российской военной базы. Африканский континент. Мы осуждаем совершенное 23 августа в деревне Павика префектурой Пасек-Кота нападение на конвой миссии ООН по стабилизации в ЦАР, в результате которого погиб миротворец из Бурунди. Озабочены тем, что это уже шестой с начала года погибший в ЦАР миротворец ООН. Рассчитываем, что власти этой страны проведут тщательное всестороннее расследование инцидента и привлекут виновных к ответственности. Напоминаем, что атаки на миротворцев могут быть квалифицированы как военное преступление. Призываем все противоборствующие стороны выполнять нормы международного гуманитарного права. Выступаем за скорейшее прекращение огня на всей территории страны и налаживание политического процесса между правительством ЦАР и вооруженными группировками. Еще одна тема. Положительно оцениваем международные усилия, направленные на нормализацию ситуации вокруг озера Чад. В частности, итоги организованной комиссии Африканского союза при поддержке ООН в феврале 2016 года в Адис-Абебе, донорской конференции по поиску дополнительных финансовых и материальных ресурсов для обеспечения их деятельности, а также гуманитарной конференции в Осло в феврале 2017 года. Эти же цели преследуют и нынешняя конференция высокого уровня под ситуацией в странах бассейна озера Чад, который состоится в Берлине 3-4 сентября по инициативе МИД ФРГ, Нигерии, Норвегии, программы развития ООН и заместителей генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. Россия также будет представлена на этом форуме. Будет она представлена послом России в Германии, господином Нечаевым. Поддерживаем принятые в НИАМе в октябре 2014 года на саммите главы государства и правительства комиссии бассейна озера Чад, а именно Нигерия, Нигер, Чад и Камерун и Бенина, решение о создании региональных многонациональных вооруженных сил стран, членов комиссии МВС для борьбы с террористической группировкой Бока-Харам, основной задачей которых является уничтожение экстремистов на своих территориях, блокирование путей их отхода и перекрытие поставок оружия, финансирование и обеспечение продуктами питания. Уверены, что нынешняя конференция придаст новый импульс в процессу мобилизации политической и финансовой поддержки странами региона. Другая тема, но, к сожалению, наша традиционная, Солсбери и Эймсбери. Мы ознакомились с опубликованным на днях заявлением британской полиции о проведенной зачистке в парке имени королевы Елизаветы в Солсбери. Однако, по сути, в очередной раз мы сталкиваемся с полной информационной благодой в отношении любых фактов, которые проливали бы свет на произошедшее. Не можем оставить без внимания то, что британцы по-прежнему не представляют какую-либо информацию о самочувствии Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль и об их местонахождении. В нарушении норм международного права нашим консульским сотрудникам закрыт доступ к ним. Напоминаем, что мы по-прежнему готовы к совместной работе по делу. Призываем британцев дать ответы на российские запросы о правовой помощи, которым уже много месяцев. Получили также вопросы от СМИ с просьбой прокомментировать политику администрации США в отношении палестинских беженцев. Вы в курсе о том, что было принято решение администрации США сократить объемы помощи палестинской национальной администрации на 200 миллионов долларов, которые предназначались для покрытия расходов в сферах образования, здравоохранения в лагерях палестинских беженцев. На западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Как мы слышали в Вашингтоне, это объясняю тем, что дальнейшее содействие якобы, цитирую, не отвечает национальным интересам США и не приносит пользу американским налогоплательщикам. И должно быть перенаправлено на, цитирую, другие приоритеты. Очевидно, что данный шаг предпринят по политическим соображениям и идет вразрез с гуманитарными потребностями порядка 2 миллионов человек в лагерях беженцев на палестинских территориях. Если цель в том, чтобы оказать дополнительное давление на Ромалу и добиться большей сговорчивости властей ПНА в деле ближневосточного урегулирования, то проблема в том, что это вряд ли приведет к искомому результату. В Вашингтоне не могут не понимать, что такое решение просто приведет к усугублению без того сложной гуманитарной ситуации. Об этом говорим не только мы, но и союзники США. В таком же ключе рассматриваем линию администрации на резкое сокращение финансирования ближневосточного агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ и его последующий распуск. Кстати, именно в США стояли у истоков создания данной структуры, вносящей весомый вклад в облегчение положения почти более 5 миллионов беженцев и обеспечения стабильности в регионе. Почему я об этом говорю? Это к вопросу о национальных интересах, потому что сокращение финансирования объяснялось сейчас национальными интересами, но этими же национальными интересами объяснялось и начало финансирования, и создание этих самых структур. Адекватное, эффективное и предсказуемое финансирование работ вышеупомянутой структуры служит продвижению процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международной правовой основе в интересах реализации концепции построения двух государств. Признание важной роли агентства является оказываемой России финансовую помощь в виде добровольных взносов в его бюджет 10 миллионов долларов США в период с 2017 по 2021 года. Теперь я хотела бы рассказать о НАТОвской активности в Европе. Мы регулярно, практически по несколько раз в день слышим заявления относительно наращивания некой потенциальной агрессии со стороны России в отношении Европы. На самом деле все с точностью наоборот. Решение недавнего июльского саммита НАТО в Брюсселе, развивающей и дополняющей установки встречи в ОЛСе 2014 года и в Варшаве. Встреча 2016 года на сдерживание России подтверждают намерения США и других стран-членов НАТО наращивать военную активность вблизи российских рубежей, продолжать освоение Европейского театра военных действий и формирование плацдарма для оказания силового давления на нашу страну. Кроме того, была утверждена линия на последовательное увеличение военных расходов стран НАТО, в особенности на закупку вооружения. Это при том, что их совокупные военные расходы составляют больше половины общемировых трат на эти цели и многократно, примерно в 14 раз превосходят российские. У наших границ проводится все больше интенсивных и масштабных учений. В частности, на октябрь-ноябрь на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике запланированы крупнейшие за последние 16 лет боевые учения объединенных вооруженных сил НАТО, контингенты и техника членов Альянса и отдельных стран-партнеров. Все это будет задействовано на суше, на море, в воздухе. Планируется совершенствование навыков ведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций в северных широтах в ходе конфликта, цитирую, высокой интенсивности с сопоставимым противником. Эта демонстрация силового потенциала происходит в непосредственной близости от российских границ и имеет четкую антироссийскую направленность. Прежде спокойные в военном отношении Север Европы и Балтийский регион превращаются в полигон для имитации масштабных боевых операций. И все это ведет к тому и ставит своей целью настроить общественное мнение на возможность их трансформации в реальный театр военных действий. Также были вопросы, и эта тема активно обсуждалась в СМИ, в интернете, в социальных сетях, ситуация в германском городе Хемниц. Мы с тревогой восприняли поступающие из ФРГ на протяжении последних дней сообщений о волнении в городе Хемниц, земля Саксонии на востоке ФРГ. Они были вызваны инцидентом с убийством мужчины 26 августа в ходе уличного праздника. Мы подтверждаем, что среди пострадавших в ходе событий в Хемнице оказался один гражданин России. В этой связи отдельно отметим, что Генеральное консульство России в Лейпциге находится с ним в постоянном контакте, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Мы исходим из того, что будут также предприняты меры как по обеспечению актов насилия со стороны мигрантов в отношении местных граждан, так и по недопущению преступлений левого и правого радикального толка. При отсутствии решительных действий со стороны властей нападение на иностранцев, среди которых много российских граждан и соотечественников, и дальше будут раскручивать такой, знаете, спираль агрессивной нетерпимости, обусловленной миграционными предубеждениями. Также просили прокомментировать высказывания министра иностранных дел Германии относительно создания альтернативной платежной системы по образцу SWIFT. Это заявление было сделано недавно в ходе открытия конференции послов во внешнеполитическом ведомстве в Берлине. Ну, коль скоро мы получили эти вопросы, я могу сказать, что идея отражает растущую озабоченность в Европе и в мире в целом в связи с раскручиванием американской санкционной политики и применением США законодательных мер, которые имеют экстратериальный характер. В случае, если данная инициатива приобретет конкретное очертание, безусловно, она представит интерес и для наших российских финансовых органов. Я хотела бы вас проинформировать о том, что завершена работа над веб-сайтом «Русская Америка. История, культура, дипломатия». Эта страница, этот ресурс размещен на портале Министерства иностранных дел России. В тексте брифинга будут находиться ссылки. Там представлены уникальные документы из архива министерства, которые посвящены российскому историко-культурному наследию в США. Рассказывают они о вкладе русских путешественников в изучение североамериканского континента, создание русских поселений на Аляске, Алиутских и Гавайских островах, Калифорнии, о судьбе крепости Форт-Рос, о той ощутимой поддержке, которую российское государство оказывало молодой американской демократии в годы войны за независимость и гражданской войны с севера и юга. На сайте представлены научные статьи, информация о наиболее важных мероприятиях по профильной тематике, интерактивные мультимедийные карты, они содержат сведения об объектах российского историко-культурного наследия в США, среди них дом-музей кадетов и ветеранов Первой мировой войны и музей русской культуры в Сан-Франциско, могила и дом Рахманинова, дом Александра Солженицына в Вермонте, могила героя гражданской войны генерала Турченинова, памятник советским летчикам Фербенксе и могила советских летчиков Анкориджа, православные храмы, монастыри и так далее. Необходимо подчеркнуть, что работа над этим интернет-ресурсом стартовала по инициативе, созданной при Министерстве иностранных дел России межведомственной рабочей группы по вопросам сохранения российского исторического и культурного наследия в США. Речь идет об общем наследии двух стран и усилия по его сохранению должны носить совместный характер. Сегодня, когда наши отношения переживают крайне непростой период, о чем сегодня немало говорили, взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, приобретает дополнительное значение как фактор, позволяющий поддерживать двусторонние связи, обеспечивать сближение по линии гражданского общества, научных неправительственных организаций, деловых кругов. И мы исходим из того, что новый веб-сайт внесет свой вклад в активизацию этой деятельности. Также нас просили прокомментировать вопрос относительно договоренности между Россией и Турцией о создании механизма консультации по упрощению визового режима для отдельных категорий граждан. Я хотела бы напомнить, что по итогам переговоров между главами МИД двух стран России и Турции было условно сформировать механизм по выработке договоренностей об обращении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан. Наиболее подходящей профессиональной площадкой для обсуждения визовых вопросов являются двусторонние консультации экспертов по консульской проблематике и проведение подобной консультации консульских экспертов запланировано на осень. Мы вас проинформируем о конкретных датах и, естественно, их итогах. Мы также обратили внимание на заявление официального представителя Федеральной прокуратуры Швейцарской конфедерации о 27 августа о прекращении расследования по делу о якобы имевших место в 2016 году кибератаках на швейцарский государственный оружейный концерн РУАК по причине, цитирую, невозможности установления причастных к правонарушению. Как представляется нынешним заявлением, Федеральная прокуратура Швейцарии фактически подтвердила несостоятельность нагнетавшихся обвинений в адрес России. Я думаю, что это должно послужить хорошим уроком для всех, кто тиражирует безосновательные сведения о якобы исходящей из России некой хакерской угрозе. Мы убеждены, что только развитие двустороннего, многостороннего экспертного диалога по вопросам международной информационной безопасности позволит выйти на конкретные результаты в плане и предотвращения, и расследования подобных инцидентов. Мы готовы сотрудничать как со Швейцарией, так и с любыми другими заинтересованными государствами в решении этих проблем. Я хотела бы напомнить, что это взаимодействие может осуществляться на уровне межгосударственном, для этого есть соответствующие консультационные механизмы, механизмы для проведения консультаций, но есть и частные структуры в Российской Федерации. Кстати говоря, так часто мы слышим от западных партнеров ссылки на некие частные структуры, частные лица, которые с их точки зрения занимаются хакерством и так далее. Мы все время говорим о том, что у нас есть частные же структуры, которые занимаются расследованием киберпреступлений. Если ссылаются на частный сектор, так можно и применить частный сектор, пригласить его к расследованию. Он активно работает не только на территории Российской Федерации, но и на территории стран Восточной и Западной Европы. Мы неоднократно говорили об этих компаниях не с целью их рекламной поддержки, они в этом точно не нуждаются, весьма успешны. Но именно в ответ на претензии, которые предъявляют страны Запада, опять же, нашему частному сектору. Пожалуйста, обращайтесь к частным структурам из Российской Федерации с целью проведения расследования. Почему нет? И я готова ответить на ваши вопросы, если они есть. Да, пожалуйста. Спасибо. Анна Усанова, информационное агентство Москва, Баку. В ближайшее время президент Азербайджан Ильхам Алиев посетится с официальным визитом в Россию. Я знаю, что вы не можете комментировать визиты президентов, но, тем не менее, повод есть. Хотелось узнать у вас как официального представителя МИД России, тем более вы неоднократно бывали в Азербайджане. Что вы считаете на сегодняшний день самым главным достижением, самым позитивным аспектом в отношении двух стран и двух народов? Мне кажется, полноформатное развитие взаимодействия между двумя странами. И в этом такое небольшое противоречие с вашим вопросом. Здесь нельзя вычленить самое главное. Самое главное — то, что развиваются все направления — и гуманитарное, и политическое, и экономическое. Все измерения даже сложно перечислить. Поэтому мне кажется, что это есть и, с одной стороны, самое главное, но при этом невозможность выделить и даже нежелание выделить какую-то одну составляющую является очень позитивной, и даже не только позитивной, но и прекрасной тенденцией и фактором. Можно еще один? Да, конечно. Вот недавно в рамках своего южно-кавказского турне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ готова способствовать урегулированию конфликта на Горно-Карабахского и готова взять какую-то политическую ответственность в связи с этим. Вот как-то можете? Меркель. Ну, я думаю, что все-таки это должны решать страны, непосредственно вовлеченные в урегулирование, и все это должно делаться с пониманием эффективности работы существующих форматов. Вот в совокупности этих факторов, я думаю, нужно рассматривать подобные заявления. Да, пожалуйста. Японская телекомпания ТВ Асахи. Кирилл. Вот недавно некоторые корейские СМИ сказали, что Путин планирует нанести 9 сентября визит в Пхеньян. Не могли бы Вы прокомментировать, правда ли это? И с позиции вообще российского МИДа, вот какие перспективы встречи к НДР и России на высшем уровне? Где она может пройти? Когда? Я не могла бы это прокомментировать по одной простой причине. Мы не комментируем повестку и переговоры, и встречи президента Российской Федерации. Это делает его пресс-служба администрации президента, сложившейся доброй традицией, которую, честно говоря, совсем не хочется нарушать. Телекомпания ЦРФ Роланд. Скажите, пожалуйста, Вы ничего не сказали по поводу подготовки к консультациям по Афганистану? После, ну, как идет сейчас, четвертого, вроде бы, были запланированы консультации, а Кабуэ попросил отложить эти мероприятия? Как же, мы прокомментировали это очень развернуто и неоднократно. На сайте Министерства иностранных дел было несколько материалов на этот счет. Там четко сказано, что в связи с перестановками в руководстве Афганистана планируемыми, происходящими, это мероприятие будет перенесено на более поздний срок. Поэтому мы это четко заявили и объяснили причину. Что касается новых сроков, то они будут выработаны, и когда со всеми заинтересованными сторонами будет достигнута договоренность, тогда о них будет объявлено. Но материалов было очень много, и мы очень много это комментировали. Если вопросов больше нет... Да, Аня, есть, да, пожалуйста. Японская телевидение САПОРа, Игорь Гаврилов. Скажите, вчера на сайте МИД было короткое сообщение по поводу встречи на уровне заместителя министров иностранных дел между господином Рябковым и его японским коллегой господином Мори. И о содержании там указывалось, что оно касалось консультаций по безопасности в Северо-Восточной Азии и систем противоракетной обороны американских. Не могли бы вы уточнить, речь шла о системах АДЖИС-АШОР, которые сейчас устанавливаются в Японии. И можете вы еще что-то добавить к этой информации, о чем был разговор? Спасибо. Я могу сказать, что я видел комментарии Сергея Рябкова на этот счет, который он дал агентству, насколько я поняла. Поэтому вот хотел бы обратить внимание, он полно прокомментировал полнейшим образом свои переговоры. Дополнить мне нечего, но по вашему практическому вопросу, по его конкретной части я уточню. Да, пожалуйста. Виктория Тельземкина, Дипакадемия МИД. В последнее время все больше обостряется… Не поняла, откуда вы? Дипакадемия МИД. Я представляю СМИ Дипакадемии. У нас брифинги проходят только исключительно для представителей средств массовой информации. Если вы не являетесь журналистом, к сожалению, можете только присутствовать в качестве наблюдателей и гостя, но не задавать вопросы. Ну, позвольте один маленький. Нет, не позволю. У нас есть свои правила. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Боже, кого мы видим? Это Роман Цымбалюк сам. Да, это я. Роман, вы как среди агрессоров-то прорывались к нам? Нормально дошли? В черных очках. Отстреливались? У нас, знаете, тоже свои правила нам не выдают журналистам оружие. Я хотел… А я не про оружие, я про слова. Словами, я думаю, тут уже все сказано. Я хотел вас уточнить по поводу вашего заявления на прошлом брифинге, где вы выступали относительно лозунга «Слава Украине, героям слава», и вы проводили параллель с немецкими приветствиями и пообещали, что эта аналогия будет вписана в стенограмму брифинга. Однако… Ссылки. Там этого не было. Нет, нет, ссылки. Ссылки находятся там. Ну как нет, ну что в рамках. Я очень внимательно смотрел. Вы все-таки могли бы артикулировать, что вы имели в виду, с чем ассоциируется в МИД России? Конечно, в тексте есть ссылки, дадим, обратим ваше внимание обязательно. Ну по ссылке зайдите на стенограммы, которые расположены на сайте, вы можете пройти по ссылке и все прочитать. Если у вас не работает, я вам лично сегодня все это открою и покажу. Спасибо. Пожалуйста. Да, Леонид. Мария Владимировна, добрый день. Агентство «Спутник Леонид Сиридов». По поводу польской декоммунизации и памятников. Вот сейчас начинают обороты. В Польше одна история. Собираются снести памятник погибшим бойцам Красной Армии в селе Стажинский двор. Это в Поморском воеводстве, недалеко от Гданьска. Но там совершенно особый памятник. Там памятник красноармейцам, которых в 45-м году гитлеровцы это военнопленные, которые попали в плен в 42-м году. И их в 45-м году военнопленных загнали в сарай и сожгли живьем. Так вот, поляки поставили памятник в 50-е годы жертвам этой трагедии. И этот памятник был даже отреставрирован 10 лет назад. И на нем висит табличка. Замученным солдатам Красной Армии, узникам гитлеровского режима 42-45-й годы. Ну и вот сейчас в рамках декоммунизации польские власти собираются снести даже такой памятник жертвам нацистов. Что вы об этом думаете? Мы регулярно эту тему комментируем. Мы говорим о недопустимости сносов памятников бойцам Красной Армии, Советской Армии. Мы говорим о том, что это конкретный пример того самого переписывания истории, в который многие не верят. Многие даже иронизируют по этому поводу. Говоря о том, что это нам так кажется, что на самом деле это все вымысел, что в Москве все это придумали. Нет, не придумали. То, о чем говорите вы, то, о чем говорим мы регулярно, то, о чем говорят многие активисты, ветераны, представители военно-исторических обществ. Все это существует, это все вписывается, даже это не столько вписывается, сколько это является частью глобальной стратегии по изменению так или иначе фактическому, де-факто, истории, ее переписыванию. Конечно, это действительно покушение на, и мне кажется, прямой подход к тому, что было еще недопустимо еще лет 30-40 назад, а именно итоги Нюрнбергского трибунала, переписывание которых, изменение которых, пересмотр которых был просто немыслим для поколений, которые прошли Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну. Мы будем по каждому, как вы знаете, о случаю делать и политические заявления, и проводить дипломатическую работу, делать это совместно с общественными организациями, с волонтерами. Есть проекты, которые сейчас частично уже реализованы по сохранению исторической памяти, исторического наследия в этом контексте. Да, пожалуйста. Мария Владимировна, можно уточняющий вопрос? Вы сказали, что по имеющимся данным были доставлены 8 почек с хлором и боеприпасами в район Идлиба. Откуда эта информация? От нас. От нас? Нет, от вас, от нас. Это наша информация. У нас есть свои источники информации. Мне кажется, что неоднократно информацию, которую мы давали, подтверждалась в частности аналогичного характера. Спасибо. Пожалуйста. Да. Форма агентства «Есть не Кавказа». Власти Саудовской Аравии на этой неделе заявили о готовности начать боевые действия против Ирана в случае блокады Армудского пролива, если на это будет дано согласие Совета безопасности ООН. Какова позиция России по вопросу боевых действий в Персидском заливе и допустима ли война между Тегераном и Ариадом? Даже страшно это предположить, что это может реализоваться. То, что вы сейчас прочитали и озвучили, мы исходим с того, что для решения даже самых острых вопросов существует необходимая международная правовая база и специализированные международные институты. Да, пожалуйста. Добрый день, информагентство «Тренд». Скоро в Азербайджане, в Ген-Джи. В девятый раз должен состояться Азербайджано-Российский межрегиональный форум. И хотелось бы узнать ваше мнение, насколько вообще данные мероприятия способствуют укреплению Азербайджано-Российский межрегиональный форума. Вы знаете, любое проведение региональных форумов между государствами это очень важный компонент не только политический, но и экономический для придания для интенсифицирования практического взаимодействия между странами. Если вы позволите, мы дадим более полную информацию на днях, либо на сайте, либо, может быть, на следующем брифинге, но, возможно, на сайте по просто фактуру представим, как он будет проходить, цели, задачи, форматы. Спасибо. Да. Если нет больше вопросов... А, есть, да, пожалуйста. Ассошиат Пресс. Господин Лавров будет встречаться в ООН с Помпео на площадке. Не могли бы вы это подтвердить? И о чем там будет идти речь? О санкциях? Вы знаете, честно говоря, я вчера с удивлением увидела вот эти вот так называемые журналистские молнии, агентств, breaking news относительно встречи двух министров с какими-то очень такими формулировками. Кто-то у кого-то запросил, попросил разрешение, запросил... Какое-то было... Какое-то было очень странное подача информации. Я, честно говоря, не очень поняла, почему этому придается такая сенсационность. На площадке Генеральной Ассамблеи ООН как правило, у делегации проходят... Ну, у российской делегации проходит несколько десятков двусторонних встреч. Сейчас составляется график двусторонних встреч. Возможность проведения российско-американской встречи на уровне глав МИД министров иностранных дел, которые там будут присутствовать, оговаривалась. И сейчас она прорабатывается. Говорить о том, когда, в какой день и в каком формате, пока еще рано, потому что график только верстается. Но еще раз говорю, вот та сенсационность, которой вчера была подана новость, причем она была подана не в контексте Генеральной Ассамблеи, а вообще в принципе, без подтверждения у сторон, она, честно говоря, удивила. На самом деле, никакого здесь в этом нет ни драматизма, ни сенсации. Речь идет о традиционном общении на поля Генеральной Ассамблеи. Чем она будет наполнена встреча, когда она будет проходить, с участием непосредственно каких экспертов. Вот эти вопросы сейчас как раз находятся в стадии проработки. Да, пожалуйста. Международное информационное агентство Ньюсфронт, болгарская редакция. Уважаемая Мария Владимировна, вопрос касательно ситуации на Донбассе. 25 августа вступила новая школьная перемирие в СИУ, которая, к сожалению, не соблюдается с украинской стороны. Есть данные даже о раненых. А буквально на днях занимающий должность президента Украины Петра Порошенко собрал представителей загранучреждений на территории Украины в Авдеевке и сделал такое заявление, что Украина будет возвращать ДНР и ЛНР, то есть война будет продолжаться. Может ли каким-то образом мировая сообщность повлиять на действия украинской стороны, которые не соблюдают Минские соглашения? Спасибо. Пытаемся побудить международное сообщество к оказанию давления на Киев с целью реализации Минских договоренностей. Я понимаю, что эта фраза больше похожа уже на озвучивание несбыточной мечты, но надежд не теряем, потому что понимаем, что речь идет не о политике как таковой, а о судьбах конкретных людей. Поэтому со своей стороны делаем все возможное. В том числе и поставляем в указанные вами районы для страдающего населения гуманитарную помощь, делаем это регулярно, полноформатно и так далее, и так далее. Ну, это просто небольшое дополнение. Но я думаю, что будет правильно, если я на следующий брифинг проинформирую вас шире по этому вопросу с более конкретными данными. Если вопросов больше нет, то тогда прощаюсь с вами до следующего раза. Всего хорошего. Спасибо.